Сегодня у нас в гостях продюсер, директор медиа-агентства и мой хороший друг Алихан Мусатаев. У нас есть много вопросов для тебя, но чисто от меня. Как ты все это вывозишь и при этом с таким отличным настроением? Вот поэтому и вывожу, потому что хорошее настроение. Хорошо, другой вопрос. Как держать себя вот в таком тонусе, в хорошем настроении? Ну ты должен четко понимать, что у тебя окружают люди такие, как ты сами есть, поэтому если ты излучаешь позитив и добро, то такие же люди встречаются на пути. Да, и потом Алихан забыл сказать, что нужно просто хорошо питаться. А, да. Нет, с этим большая проблема. Вот смотрю на сладкое, думаю, как бы не сорваться, иначе больше эфира не получится. А у нас только что был нутрициолог, который посоветовал бы как правильно. Я с ней полностью согласен, что нужно кушать бешпармак. Да, да, да. И желательно каждый день завтрак, обед уже готово. Мне нравится, что все мы в итоге услышали только то, что бешпармак можно есть. Алихан, вот мы знаем, что ты посетил 30 стран, да? Ого. Это было связано с командировки, с работой или это просто чисто твой интерес? Вообще началось с того, что моя первая поездка была в 2007 году в Крым, потом полетела я в Европу и посетил там более 5 стран. Я понял вкус то, что каждая страна оставляет мне такое, знаете, новое впечатление и новые возможности для роста. Я понимаю, что каждая страна необходима к посещению и изучению не как турист, а именно как местный житель. Я сделал для себя для правила каждый год ездить в какую-то новую страну для того, чтобы открывать что-то новое для себя. Ну и сколько дней ты там бываешь обычно? Неделю, десять дней, четырнадцать. Максимум там бывало, что… Ну у тебя получается какой-то такой пассивный и все-таки ты в Турцию приехал там… Я активный отдых обожаю. А вот ты в Турцию проезжаешь? Вот в Турцию я особо не люблю, потому что там как раз таки пассивный отдых. Да, да, да. Поэтому я люблю вот Индию, чтобы поехать, например, в Дели, оттуда в Мумбай, оттуда в Хайдарапад, потом в Гуа и в маленькие города, там Агру, еще какие-то там поехать. Ну вот в Агрии был замечательный. Либо в Таиланд, когда ты ездишь, элементарно в тот же самый Пукет либо в Паттайю, да, но ты едешь на все разные вот эти туристические поездки для того, чтобы больше изучить те направления, куда мало ездят туристов. Я поняла, значит ты ездишь без детей. Просто ты так быстро расскажешь. Четвертый год я уже женат, и четвертый год мы ездим с детьми. Мы первый раз сына вывезли, когда ему было там четыре месяца, в этот раз мы полетели в Дубай, мы вывезли дочь, ей было три с половиной месяца, поэтому мы стараемся путешествовать всей семьей. А как вы отдыхали? Вот знаешь, многие говорят же, вот у меня маленький ребенок, поехать отдохнуть. Какой отдохнуть? После такого отдоха нужно еще. Либо у нас дети такие классные попались, потому что они все-таки нам отправляются, и они, знаете, прям чувствуют, что мы хотим хорошо отдыхать. Они спят тогда, когда, например, мы приходим в рестораны, они засыпают, мы спокойно кушаем. Потом мы едем на разные экскурсии. Например, у меня сын, ему исполнилось три недавно. Мы когда полетели в Дубай, мы с ним объехали очень много разных зоопарков и океанариумов. Ему было безумно интересно, и мне самому. И все, что я куда хотел пойти, запланировал в свой список, мы посетили все. Вау! Все. Идеальные дети. Кстати, я вот зашла в твои инстаграм. Идеальные родители, потому что обычно родители оправдываются. Ой, у меня маленький ребенок, мы не можем позволить себе поехать туда. Оказывается, можно позволить себе это. Было бы желание, да? И самолеты, кстати. Идеально мы перелет перенесли, все спокойно спали. Это было прекрасное 6,5 часов отдыха. Поэтому бывали какие-то каприцы, конечно, но не так, как мы обычно ожидаем. Я знаю, когда ты настроен на то, что они будут плакать, они будут плакать. У нас были такие соседи рядом. Вот как начал плакать в самом начале своего полета, до самого, блин, приземления они плакали. Причем ваши дети спали, наверное, уже под этот плач. Аликан, вот сейчас мы поговорили о твоей семье, о твоих детях, о том, что ты любишь отдыхать. А вот давай поговорим о твоей работе. Все-таки работа, медиа-агентство. А чем, каким проектом ты занимаешься? У нас получается маркетинговое агентство. Мы занимаемся маркетингом. У нас очень классные партнеры, такие как, не знаю, можно ли называть их бренды. Да, оказывается, нет. Нам сразу-таки нет. Увелирные бренды у нас есть. У нас есть образовательные. У нас есть личные бренды людей. У нас есть, получается, хорики из мира, ресторанов и разных заведений развлекательных. Поэтому разные направления. Вообще, до я занимался продюсерским центром, был директором. И продвигали мы артистов, ивенты, мероприятия, концерты, мюзиклы. Но как полтора года я называю собственное агентство, потому что, я понимаю, 9 лет опыта мне дали такую большую базу, что мне необходимо уже там 28 лет стартовать что-то свое. Алиханна, какое образование вообще изначально образовываете? Я закончил вообще политех на нефтехимикам. Но со второго курса я начал работать на 31 канале. И, кстати, первый в истории 31 канала, кто получил за стажировку, и кого взяли через месяц на договор как нештатного журналиста-корреспондента. Потому что классно разговариваешь, классно говоришь. Потому что я не боюсь людей. А журналистам, именно корреспондентов, необходимы такие, как я. Батакен отправить, на Арбат отправить, взять все интервью необходимые, небольшие закатежки записать, либо просто задать один вопрос, редакцию тебе отправить. И ты знаешь точно, что ты его задашь. И ты выучишь еще несколько дополнительных ответов, то, что необходимо редакции. Кстати, вот с коммуникацией у тебя так все прекрасно. Я удивляюсь. Я вот куда-то на мероприятие прихожу, и Алиханна мне такой, пойдем, я тебя познакомлю здесь. Это вот такая-то она здесь работает. Это Дарья. Даша, пойдем, я тебя еще здесь познакомлю. Это вот моя миссия как раз. Вау. Создавать некие химии между людьми для того, чтобы они обогащались и создавали новые свои проекты. Я считаю, что это моя миссия. Я только недавно к этому пришел. И понял, что я люблю связывать людей между собой. Ну, это здорово получается, да. Может, по тебе тебе работать в ЗАГС? Не, мне кажется, там, где ты сейчас, это прям твое, и ты однозначно нашел себя. Алиханна, а вот какой проект тебе принес больше такое удовольствие, каким проектом ты больше всего гордишься? На самом деле, каждый проект, потому что ты подходишь к нему как к своему ребенку, и ты при создании стратегии работаешь. Скажи, запоминающийся, самый запоминающийся проект. Ну, наверное, это был в прошлом году. Опять же, не знаю, можно назвать нельзя, скорее всего, можно. Это был акиматовский проект Digital Ustaz Алматы. Ну, правда, не скажи, а вот такой. Да, это был как раз образовательный проект, и мы работали с учителями Алматы. И мне кажется, это был самый такой... Так это можно, да, это же акиматовский проект. Да, это вот Digital Ustaz. Озвучено все нормально. Так это компания Coca-Cola. Давайте все компании озвучим. Это был, наверное, такой самый яркий проект, потому что это было с образованием связано, это был самый крупный проект для нас, для моего агентства на тот момент. И те проекты, которые мы создали и оффлайн, и онлайн, они были для нас самыми запоминающимися и интересными. А успешно все сработало? Да, потому что все задачи, которые были поставлены перед нами, мы выполнили в 3-4 раза и больше. Я могу смело показать свои отчеты, и они настолько крутые, что я сам поражаюсь. Какой я молодец! Кстати, вот это тоже немаловажно. Ты очень часто говоришь про свою команду, а ты не забываешь тех, кто тоже работает. А сейчас просто поменялись ориентиры. Если раньше был авторитарный метод управления, то сейчас еще важно мотивировать команду, и команда как раз с кей везет. То есть либо ты проактивная, а команда сидит так смирно на кофе, либо команда вместе с тобой тянут телегу и выделишь цель. А сколько человек насчитывает команду? Сейчас у нас получается 25. Постоянно, которые работают? 25. 25 человек? Да. Это же огромный коллектив. Да. Я сам в шоке. Вау! Вот это однобрал. Я начал с одного, там я сделал себе помощника, когда только-только собирался открывать свое агентство. И сейчас спустя вот год и пять месяцев у нас уже 25 человек. Мы создали свой медиапортал про искусство дополнительно. У меня там свой редактор, журналист, корреспондент. И я понимаю, насколько мы сделали большую работу за это время, какие классные мы проекты занимали. А они постоянно на зарплате сидят? Да. Да? То есть, получается, Али Хан еще дал 25 людям, дал еще работу. Да. Помимо этого всего, помимо того, что ты выполняешь очень круто свою работу, ты везде, ты такой зажигалка. Я не могу не рассказать нашим телезрителям о том, что ты был, помимо связующим звеном, ты был один из самых главных, кто вел наш благотворительный проект. Ты помнишь, мы как-то, девочки? И не только этот проект, но ты вот за этот проект полностью взялся, а мы больше все были, знаешь, как такие вот в кадре. А тот, кто реально что-то делал, мы, девочки, собирали огромную сумму и собрали в итоге. А тот, кто был за кадром, а это ты, ты делал все, все организационные моменты. Ну, ты знаете, да, я был одним из таких моментов в этот момент. Это как раз Луина, Дарья и многие другие, кто присоединился к этому проекту. Да, мы собрали 1 миллиард тенге для ICZM, я думаю, это нужно говорить, потому что там присоединились и блогеры, и инфлюенсеры, и маркетологи, и просто обычный народ, наши казахстанцы, сердобольные, которые готовы последнюю копею подать для того, чтобы спасти. И когда люди видят, что ежеминутно собираются миллионы, ежесекунда падают 100-200 тысяч тенге, и ты закрываешь там какие-то 350 миллионов тенге за считанные 4,5-5 часов, и ты понимаешь, насколько это круто. Когда мы организовали концерты, съемки, мы вот когда съемку ударили, где все принимали участие, мы за один день собрали 22 миллиона тенге. Как это проходило? Честно говоря, я его не видел. Как это проходило? Ну хорошо, вы там онлайн работали, прям собирали деньги, да? Это что, был концерт какой-то? Мы подключались все. Мы концерт делали, мы делали показы, получается, шоу-румов. Это прямо в живом эфире шло, да? В прямом эфире? В прямом эфире это было, и просто это было, получается, в торговых центрах наших, самых крупных Алматы, когда все артисты сами продавали, теряя свое время. Когда у них там съемки, и Даша, и Луина, и Ироношка, и вот все они приходили, и находились там, и продавали свою одежду, и пропихивали, как только можно, для того, чтобы помочь этой девочке собрать эти деньги. Но когда мы поняли, что наше видеообращение на русском и на казахском языке, где приняло участие более 30 мединых людей наших казахстанцев, собрало за сутки более 25 миллионов тенге, мы понимаем, боже, вот этот инструмент намного интереснее, нежели мы сделали огромный концерт, собрали огромное количество людей, и в этот момент поступило где-то миллионов, наверное, от продаж билетов около одного миллиона, и в целом от шума этого концерта плюс еще, наверное, 5 миллионов тенге. То есть гораздо меньше, гораздо меньше. Намного меньше. И мы поняли, концерт неэффективен. Дальше приняли себе момент, марафон прямых эфиров. Вот Дарья приняла активное участие, я думаю, Алматы телеканал должна гордиться такими телеведущими, которые и ночью, и днем, она с казахскоязычной аудиторией, с блогерами сидела в прямом эфире, подтягивая русскоязычную аудиторию для того, чтобы соединять и собирать. В итоге, мне интересно, что ты продала? Ой, она и кроссовки свои продала, она и туалетную воду свою продала, очень дорогую. Я все, да, все продала. Все, из-за копейки для того, чтобы максимально показать, что мы продаем, и эти деньги идут в сбор девочкой, естественно. И это стало показателем вторым, примерно, в стране, когда мы собрали за считанные какие-то там 4,5 месяца 1 миллиард тенге. Представляешь? Да. Хотя, когда мы ходили к самым известным, богатым людям, они даже не представляли, что эту сумму можно будет собрать. И нам они потом говорят, мы не ожидали, что вы соберете... Вам нужно было с ними поспорить на 1 миллиард тенге, если бы они пропрыли еще миллиардов. Но на сегодня, я хочу сказать, уже еще двоим после этого случая закрыли по 1 миллиарду, и на сегодня в Казахстане... Потому что поверили в то, что реально... Да, 4 миллиарда уже собрано детям, у которых заболевание с ума. Потому что я думаю, что человека нужно зажечь, правильно? Да. Зажечь. Вот вы взяли и зажгли. И сейчас мы будем зажигать на рекламе. А позже... Это неинтересно. Вернемся к Алихану Мусатаеву. Сейчас реклама на телеканале Алматы. Ну что, мы продолжаем разговоры с Алиханом. Я успела свою пить фейс. Она успела, да. Спасибо рекламе за это. Так, ну что, Алихан, вот теперь мы поговорили. А вот меня интересует... В твоей биографии есть такой интересный факт. Называется гвоздестояние. Есть такое солнце стояние, а у тебя гвоздь. Был у меня такой опыт. Я не знаю, удачно или неудачно. На самом деле, это стал каким-то мейнстримом сейчас. У нас гвозди были, которые занимаются этим. Начинают проводить гвозди терапией. Конечно же, я как любознательный человек думаю, а что это такое? Я знаю все там про эзотерик, про эксорсенсов, разные виды направления. А про гвоздей я ничего не знаю. Я решил попробовать. Тем более, у меня родственник, брат, начал этим заниматься. Он говорит, давай я тебе проведу сессию. Я говорю, ну давай попробуем. Я выбрал день, когда я... Знаете, это было неосознанно, это было интуитивно. Желание такое, когда увидел только публикацию, что он это проводит. Позвал его сразу же там, где у меня была встреча в Висентайе, на сквере. Ой, там красиво же еще. Там красиво, воздух, люди ходят. Я пытаюсь встать, две минуты стою. Больно. А там была такая реакция, да? Они принесли вот эти свои дощечки? Да, он все при ней обработал, получается. Я понял, что я пока к этим гвоздям не готов. Я простояла там четыре с половиной минуты. Сколько? Четыре с половиной. Ну это все-таки срок хороший. Я даже встать не смогла. А, да, нет, четыре с половиной минуты. Потом я, получается, в носках дальше простоял еще там несколько минут, потому что в носках как бы менее больно. А в туфлях еще и менее больно. Я спросил, нельзя. Но я понял, что пока я не готов. Это не мой вид терапии, который бы я хотел. Вообще столько направлений интересных, да у нас? Вообще бывает вот гвоздистояние. Вот я знаю, чем я займусь в ближайшее время. Гвоздистояние. Я не гвозди сделаю, а шурупы включить, скажи, шурупостояние. И скажу, что это новое такое, но модно. Да, модно все. Да, не гвоздистояние, а шурупостояние. Знаешь, гвоздистояние тоже как-то вот не мое. Я чуть-чуть не понимаю прикола. Наверное, это нужно вот как-то вот, это другой уровень мышления, там, сознание. Но вот что-то нет. Ну, мне кажется, больше, да, вот там йог, медитация. Да, осознанно делать себе больно, своему телу, я не могу. Нет, ты знаешь, там потом, потом же девушки говорят, что потом приходишь к какому-то, прям в нирвану погружаешься, что вот это прям, просто постоишь там час и все. А, да, час. А мне кажется, да, люди стоят часами. Да, и потом там же оттуда все, все точки задевает твои, да, и все начинают, они все работают. И ты и уходишь. Это мне когда-то тоже психология, знаете, если тебе больно, значит, есть блоки, которые не проработаны. Да, да, да. То есть нужно отпустить все боли и обиды на своих близких. Вот, вот, вот. Как в отношении с папой, с мамой. И пошло-поехало, и один и тот же сценарий, только в рамках гвоздей. Ну, зато тут можно заработать деньги. Очень. Слушай, вот, про гвоздистояние. Я просто, честно, я в этом, именно в гвоздях, я жуткий скептик. Вот люди там плачут, и те, кто проводят сессию, говорят, это значит, из тебя выходит боль. Да. А я считаю, что они плачут, потому что им просто больно. Ты плакал? Я нет, потому что, во-первых, мужики, а я очень, оказывается, связан с обществом, и я не могу там проявлять какие-то свои эмоции, если вокруг люди. А, ну да. Я не могу туда плакать, тем более, там, я там, мобилограф снимает, еще что-то. А-а-а. Я говорю, так все, мне больно, все, я спасибо, я сяду, дальше я не хочу, потому что я понимаю, что реально уже больно. Но не плакал. Вот эти, как бы, сердобольные слезы, вот эти эмоции, как бы, я не проявлял. А ну хотелось? Нет. Нет, спасибо, нет. Хотя хотелось. Нет. Не хотелось. В этот момент нет. То есть не было таких моментов. Алихан, вот я еще знаю, что ты прекрасный отец. Замечательный просто отец. Надеюсь, это скажут дети, когда вырастут. Да. Я уже вижу, по детям всегда понятно, на самом деле. Ты их очень часто снимаешь в Инстаграм. Удается ли, вот, именно столько, сколько бы ты хотел уделять? Нет, нет, нет. Если, например, с сыном я проводил больше времени, когда я работал на предыдущей работе на зарплату, и я мог позволить себе просто, как его батя, проводить время прямо очень много с семьей. То, когда ты находишься уже в состоянии, там, собственного дела, и ты являешься предпринимателем, и ты просто теряешь все свободное время на детей, и ты приходится чем-то жертвовать. К сожалению, сейчас приходится жертвовать время с детьми, но я взялся для себя правило. Не количество времени, а качество времени, проведенного с детьми, это будет достаточно. Поэтому лучше качество провести там вечер, либо там выходные, и они будут ждать этих выходных, нежели же пытаться быть с ними целый день, но дальше проходить в телефоне, потому что телефон – это продолжение моей руки, я постоянно на связи со всеми нашими. Аликан, ну вот хорошо, я так скажу, вот вы ездите в дальние страны, а вот выходные, я просто для себя и так. А вот суббота, воскресенье, куда вы можете привезти детей? Ой, знаете, на самом деле, вот мы были недавно в Камыши. Классное место в Домате – это зона отдыха. Камыши? Да. Эко-зона Камыши в сторону Бурундая. Чисто, сервис, бесплатная реклама, заплатите тебе за деньги. Свиса Латау – дороговасенько, но классно. Тоже это бывший санаторий Латау. То есть вы едете на один день и едете? И с ночевкой? С ночевкой. С ночевкой мы едем туда, либо это может в город вырваться, а так мы всегда проводим время, это обязательно едем завтракать все вместе, потом можем погулять по городу, по Арбату, потом уже жара, мы приедем домой, либо в вечер можем выйти. Мы очень любим пойти куда-то вкусно покушать, это для нас как традиция. И дети к этому тоже привыкли, поэтому… Рестораны, рестораны, рестораны. Заверения, заверения. Заверения, заверения. Алихан, спасибо тебе большое. Я еще бы хотела, чтобы ты отдельно привет своей супруге передал. Да, я передаю привет не только супруге, но и всей своей семье, своему сыну Самиру, дочке Дамили, своей супруге Альдане. Большое привет, я вас безумно люблю, потому что именно они являются моей опорой, источником силы и вдохновения. И благодаря им я созидаю то, что созидаю, потому что у меня дома правильная атмосфера, у меня очень мудрая и умная жена. Вообще, какой-то у вас вообще… Вау, да-да-да, и это не наигранно. Идеальная семья. Идеальная семья. Я таким недовольным видом, какая-то идеальная семья. Я сам иногда поражаюсь, главное не сглазить бы сам себя. Классно. Действительно, это очень приятно слышать такие слова в адрес своей супруге. Дашка заплакала. Ну, нет, у меня это… Да, у него у Сами шикарная семья. Знаете, как я какую наблюдаю за вашими роликами? Это супер семья. Спасибо, аналогично. Мы очень рады, что ты все-таки пришел, добрался к нам, в нашу студию. Прекрасная энергетика после тебя. Вообще не хочется прощаться, но время, к сожалению, ограничено, и мы вынуждены с тобой сегодня попрощаться. Вообще не хочется прощаться, но супруга уже у вас есть. Да-да-да. Все выпуски «Танго Студия» вы можете увидеть здесь. … Продолжение следует...